Пошли в ноги, вот, его труда били, и давай. Судья первой категории и тренер по совместительству Татьяна Ножкина пятый год приобщает к здоровому образу жизни детей-инвалидов. В ее арсенале такие виды спорта, как мини-гольф, джакла, настольная игра по закатыванию деревянных фишек в лузы. В шафлборде нужно руками шайбу затолкать на зачетное поле, а маневрируя столом, закатил шарик в лунку, значит поиграл в кульбита. Из самого простого это корнхолл. Здесь нужно забросить мешочек с крупой в лужу. Сегодня уникальное мероприятие. Это паралимпийский фестиваль для детей-инвалидов. Сегодня мы знакомимся с настольными спортивными играми. Дети впервые видят эти игры и с таким восторгом их воспринимают. Я у них спрашиваю, ну как? Они говорят, ой, как здорово мы еще хотим поиграть. Фестиваль «Пара спорта. Спорт для всех» проводится при поддержке Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского круга Самара. На праздник здорового образа жизни приехали со всех районов города дети от 8 до 15 лет с ограниченными возможностями здоровья. Данный вид спорта могут заниматься не только дети-инвалиды, но и взрослые-инвалиды, и пенсионеры, и дети. То есть это адаптивные виды спорта, в которые могут заниматься люди независимо от возраста и независимо от состояния здоровья. На фестивале «Спорт для всех» каждый участник был победителем. Победителем своих ограниченных возможностей. Все были награждены подарками и дипломами. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События.